еще раз привет буду продолжать вышивать и с вами болтать о медицине хочется обсудить такую тему как вы думаете какие врачи умнее американские или врачи из постсоветских республик я должна сказать что и там и там врачи могут быть хорошие плохие само понятие врача чтобы стать врачом не неважно где это надо быть умным человеком трудоспособным трудолюбивым и тянущимся к знаниям еще у меня такое мнение есть если человек иностранный студент смог приехать в америку выучить американскую медицину американский способ сдачи экзамена он уже не зауряден это не обычный рядовой человек который может просто взять как будет захотеть чуть позаниматься это сделать это это очень сложно поэтому даже ами и индусы пакистанцы даже несмотря на то что у них как бы они все знают что можно приехать можно вот это заниматься готовиться приехать и стать врачом все знают но приезжают не все приезжают многие по сравнению допустим с россии или постсоветскими республиками да но приезжают не все приезжают лучше из лучших из тех университетов приезжают очень умные я должна сказать вот я допустим поступила в свою ординатуру у нас взяли 7 человек на первом курсе иностранных студентов американских студентов это очень умные люди они очень быстро схватывают они быстро учатся они быстро ориентируются они вот даже иногда не знаешь а надо сориентироваться надо начать что-то делать они делают кто-то чуть чуть медленнее кто-то чуть быстрее но и и и и туго то есть по сравнению с людьми как бы с других специальностей или с людьми без образования но это очень 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 умные люди я могу сказать я когда училась допустим в своем одном из лучших университетов как бы своей страны киргизии у нас были умные не очень очень умных было все таки конечно меньше но вот здесь вот я у нас принципе все семь человек они отличники мы как-то все идем на одном уровне и я себя всегда считала что я всегда была отличница всегда была одной из лучших или самой лучшей но вот рядом с ними я иногда они лучше меня потом врачи с которыми мы работаем они настолько эрудированные люди вот они нас обучают они так быстро сами врачи чему-то новому учатся они эрудированы не только в медицине но и в других направлениях с них можно как бы жизненных ситуациях с ними можно о чем угодно поговорить то есть это разные направленные люди среди них американцы среди них иностранные врачи или люди закончившие иностранной школы но но все-таки это это очень очень умные люди что касается того какие они врачи они отличные конечно бывают исключения что там кому-то повезло и попал плохому доктору все бывает но это бывает редко и здесь это бывает виде страшилок и я приехал когда в америку я почему-то всегда была убеждена что ой они все равно глупее они все равно по другому как бы учатся и это делает их глупее это не так они учатся по-другому но чтобы стать врачом вот это обычное американское образование которое все ругают его действительно можно ругать но очень много есть недостатков но люди которые планируют поступить и стать врачом они очень много берут каких-то классов для самоподготовки то есть вот все идут делают одно направление а ты хочешь стать врачом ты идешь вместе с ними но ты еще делаешь несколько дополнительных классов и того ты получается очень очень занятой студент и и ты сам решаешь сам планируешь свою будущую учебу то есть это сложнее это вот реально мое такое ощущение самоподготовка у нас вот медицинские институты приходишь и вот вот тебе дают все и вы вместе вот берете и все делаете здесь не так тебе говорят хочешь делая хочешь не делай но если вот у тебя есть какой-то какая-то цель поступить в гарвард понимаешь что вот все делают вот так вот это такой средний минимум а тебе надо делать вот это вот это вот это и вот это и вот идти в этом направлении а если я как бы по жизни но я хочу там семейным врачом быть и мне все равно там там на аляске на соответственно зачем мне это я для себя уже решила я просто хочу быть врачом мне неважно там лучший институт америки поэтому кто что хочет тот так для себя и планирует и не надо для этого идти общим потоком и проходить через одно и то же но если есть какая-то такая большая цель это получается у тебя должна быть цель вот начиная с первого года твоего образования ты платишь за это гигантские деньги за медицинскую школы не говорю про ординатуру потому что в ординатуре люди получают деньги в медицинской школе ты платишь деньги ты платишь деньги ты хочешь из этой ординату вернее медицинского образования получить все ты должен планировать каждую минуту ты должен планировать что ты будешь делать 4 через четыре года куда ты будешь поступать вот поэтому врачи в америке все-таки умные и грамотные и они по-другому учатся они по-другому воспитаны но это не делает их глупее они не понимают русский юмор да но поверьте мне русские тоже не понимают американский юмор и это тоже смотрится для американского для американцев смешно потому что им кажется но это настолько элементарно должны все смеяться а русский человек не поймет потому что проблемы языковые проблемы не проблемы а разница языковая разница воспитание как бы такие вот моменты с которыми ты растешь и ты с полуслова как бы додумываешь догадывая догадываешься до чего ты вот ты додумываешь что-то и это становится смешно надо очень много лет прожить намного больше чем 10 лет даже я уже девять лет в америке и даже какие-то шутки не понимаю у меня есть несколько людей которые вот допустим они просто начинают мне переводить шутку и вот они пару минут тратят на то чтобы перевести почему это смешно ну и в итоге естественно это не смешно потому что уже столько обсудили и объяснили что а ясно но уже не смешно вот то есть так что разница есть но американские врачи умные делают ли врачи какие-то ошибки здесь в америке до делают делают ли в россии естественно делают везде делают потому что медицина это наука не точно медицина это твое общее впечатление и твой опыт предыдущих знаний и то как ты умеешь этими пользоваться каждый пациент раку мы все разные соответственно одно и то же заболевание у двух разных людей надо иногда лечить совершенно по-разному разное должно быть отношение к людям и вот этот это все приходит с опытом работы поэтому то что они здесь сдают так экзамен я вот тоже для себя все думала тест это плохой экзамен это не может быть экзамен то если никогда не прибавляют знания сдав юсмли экзамен я поняла что прибавляют это реально помогает учиться в ординатуре в как бы понимать медицину продолжать дальше медицинское образование и использовать эти знания то есть они реально сам юсмли экзамен и первый второй третий степ они натаскивают тебя на практику в твоей медицинской деятельности конечно это мое мнение некоторые люди могут с этим не согласиться особенно первый степ там биохимия там гистология допустим терапевту или хирургу ну зачем зачем эти знания нужны совершенно как бы не нужная информация но их надо сдать ты их должен сдать и сдать отлично должен биохимию отлично сдать молекулярную биологию гистологии это все фармакологию идеально должен знать ну фармакологию любой врач должен хорошо знать за исключением патологов вот но зато патологи должны хорошо разбираться в биохимии в гистологии так что в зависимости от специальности все пригодится ну в принципе вот такая информация так что врач это по-любому умный человек врачи в америке другие но они не глупые это умные люди это развитые люди кто-то и не знаю увлекается историей и совершенно не разбирается в машинах но при этом нельзя сказать что ой он не знает как закрутить эту гайку или как там отремонтировать машину значит он глупый человек мы не можем так рассуждать но если человек уже стал врачом если иностранный человек приехал получив иностранное образование за границей так что я думаю вот из моего опыта с людьми люди с которыми я общалась это все очень умные люди я учусь сейчас в ординатуре и среди наших студентов и среди наших врачей я просто получаю удовольствие общаясь с этими людьми вот вот такая вот информация всем спасибо за внимание ну и смотрите меня в следующих видео пока пока пока